Фотографии на стенах, подлинная форма и письма. Музей напоминает обычную жилую комнату. Ощущение, будто хозяин вот-вот войдёт в дверь и накинет форменную шинель на плечи. Но о нём рассказывают лишь чёрно-белые фотографии. Виталий Белянский окончил 10-ю школу и поступил в военное училище. Уж очень хотел быть похож на отца. Виталий, почему он пошёл в Одесское артерийское училище? Потому что я хотел, чтобы он был военным, чтобы он был высший папа, чтобы он был офицером. И я этого добился. Но судьба распорядилась так, что пришлось кому-то защищать Родину. В 1987 году Виталий проходил службу в Кабуле. 24-летний командир взвода, старший лейтенант, он участвовал в 19 боевых операциях. В последнем бою его колонна попала в засаду противника и была обстрелена. Виталий был ранен. Он спас колонну, но не уберёг главного – своей жизни. О мужестве и силе духа воины сейчас рассказывают подрастающему поколению. Для того, чтобы дети развивались патриотами своей Родины, дети понимали, какие люди бывают, как они геройски поступают, мы должны воспитывать их на примере тех людей, с которых следует брать пример. Поэтому в феврале, в тот месяц, когда Виталий Белянский родился, это 3 февраля, мы вспоминаем этого человека регулярно и приводим в наш музей детей. По крупицам сотрудники 10-й школы восстановили биографию Виталия в фотографиях, письмах и личных вещах. В связи со слиянием школы, стафету памяти приняла средняя школа номер 11. В музее Виталия Белянского проводят уроки мужества для подрастающего поколения. У нас проводятся различные экскурсии, у нас есть памятные доски, никто не забывает, все в нашей памяти. Я считаю, что это достойный пример для подражания, и это тот человек, по которому нужно равняться, он достойно провел свою жизнь. Я нового узнала о Виталии Белянского, о его детских годах, о его, как он учился в школе. Также я узнала о его отце. Виталий посмертно награжден Орденом Красной Звезды. В Афганистане его имя носил КАМАЗ, на котором он выполнял боевое задание. Более 400 бендерчан исполняли интернациональный долг в Афганистане. 15 из них погибли, но память о них вечно будет жить в наших сердцах. Екатерина Белогрива, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.